Важный вопрос отцов и детей, а именно воспитание сегодня подняла Татьяна Андреева, инспектируя улицы Кунгура. Все подробности в нашей постоянной рубрике «Мелочи жизни». Находимся по улице Карла Маркса. Здесь толком нет указателей, как пешеходам преодолевать эту проезжую часть. И многие, даже не подозревая, могут угодить на этой улице в ловушку. А именно, здесь отсутствует решетка от ливневой канализации. И сюда запросто можно угодить ногой скатиться в канаву, либо упасть прямо на дорогу. Собственно, именно это произошло со мной два дня назад. Вы спросите меня, неужели мне мало вот этих восьми метров решетки, которые закрыты, чтобы спокойно перейти через дорогу? Но сами подумайте, как будешь перебегать через дорогу? Со всех сторон едут машины. И либо ты переходишь по этому пешеходному переходу, и потом идешь здесь, либо делаешь путь себе короче и перебегаешь, и тем самым можешь угодить в ту ловушку, которая особенно в темное время суток незаметна. И поэтому эта мелочь опасна, и сейчас нужно вернуть кусочек решетки на место, чтобы больше никто не спотыкался и не падал в канаву. Теперь поговорим о культуре. Находимся во дворе нового дома по улице Карла Маркса, 28. Здесь для подрастающего поколения построили отличную детскую площадку. Но вот только воспитание детей оставляет желать лучшего. Как вы видите, на лавке, на которой должны сидеть мамочки, которые смотрят за своими детьми, дети попросту вытирают свои ноги. Конечно, виноваты не только дети, но и строители, которые устанавливали эти конструкции вот в такой грязи, как обычно, сэкономив на газоне. Но, уважаемые родители, объясните своим детям, что если они замарали здесь свои ноги, то можно просто отойти в траву, сделать вот так, и не надо будет свою грязь соскабливать об лавке, об горке. Это, конечно же, не дело. Моему сыну 4 года, и он знает, что так делать нельзя. Поэтому, уважаемые родители, следите за своими детьми, чтобы такой грязи в наших дворах не было. Находимся возле дома по улице Ленина, 81А. Около месяца назад наша съемочная группа рассказывала вам о яме, которая находилась прямо посередине пешеходного перехода глубиной, ну, где-то около полуметра. Как вы видите, этой ямы больше нет, ее засыпали, и теперь можно спокойно пройтись даже в темное время суток и не бояться, что упадешь и травмируешься. Хочется, чтобы вот таких положительных мелочей было как можно больше в нашем городе, и чтобы после выхода каждой нашей программы все те недоделки, которые мы снимаем и показываем в эфире, исправляли как можно скорее.